Почему нельзя согласовать? С голубем невозможно согласовать, как ходит конь в шахматах. Вот вы не согласуете, вот 10 голубей, цивилизация голубей, вы с ними не согласуете. Так вот, с релятивистами невозможно согласовать научную концепцию. Вот они от нее отказались, они ее нарушают сознательно или бессознательно? Кстати, предлагаю озвучить. Саватеев сознательно нарушает законы логики и научный метод? Или он бессознательно просто верит, что вот эта толпа людей, ученых, математиков просто не может ошибаться? Вот он как? Он в это верит? Или он сознательно понимает, что это все вранье, что он понимает, что больше трехмерности в пространстве нет? Он понимает, что число и операции это разные понятия, но специально там что-то врет. Врет Саватеев или честно заблуждается? Предлагаю проголосовать за это, выразить ваше мнение. Вазары, пульсары, космические объекты туманности, кортовые норы, червоточины, черные дыры, темные материи, белые дыры, порталы в космосе между вселенными. Ну да, это вот как бы список всевозможного бреда гомеоморфного, да, прочей этой штуки. Вот нам надо, правда, этот список полностью составить, что уже люди набредили на эти темы. Это прям нормальный материал. Квазар. Класс астрономических объектов, являющихся одним из самых ярких в абсолютном вычислении видимой вселенной. Английский термин «квазар» образован из слов «квазистеллар», «квазизвездный» или «похожий на звезду» и «отрадиоисточник», и дословно означает «похожий на звезду радиоисточник». Компактный квазар называется «блазар». В современном представлении квазары представляют собой активное ядро галактик на начальном этапе развития, в котором сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество, формируя аккреационный диск. Вот в плане квазаров я здесь подумаю эту тему, потому что поступает такой вопрос. А квазары тоже фейк? В той трактовке, как мы сейчас услышали, да, эта трактовка взята из Википедии. Квазары – это однозначно фейк. Это однозначно несуществующий объект в том виде, в котором, вот так сказали, с этими подробностями, с черной дырой, а значит и с искривлениями и так далее. Но если мне память не изменяет, а я думаю, что она не изменяет, вообще по квазару было другое определение раньше. Вот этого вот всего подробного релятивистского бреда, следующего за определением, не было. То есть это речь идет либо о смене определений квазара, или, скажем, группы вот этих астрономических определений. О, да, тут дошли, тут, оказывается, есть этот текст, значит, не изменяет мне память. Первоначальное определение понятия квазар. Кроме современного определения, существовало еще и первоначальное. Квази-звездный объект, класс небесных объектов, которые в оптическом диапазоне похожи на звезду, имеют сильное радиоизлучение. Все, вот этот вот, вот этот объект, он существует. А вот этот объект, который первоначально мы считали, ля-ля-ля, искривление, черная дыра, аккреционный диск, вот это вот бредятины, это не существует. То есть подменяется научный метод, правило задания дефиниции. Дефиниция вообще задается один раз. Один раз люди определили, что является квазаром. И дальше квазаром является только тот объект. Когда приходит новая волна дур, и они начинают хотеть, чтобы существовал еще какой-то похожий на квазар объект, который связан с искривлением пространства, они должны дать новое определение квази-базар. Дать определение квази-базара, квази-базар релятивистский. И там уже дать определение, но определение квазара, они не имеют права трогать, потому что идет речь о разных объектах. Вот это вот научный метод. Поэтому квази-базар, квазар в смысле квази-базар не существует. Это придурочные галлюцинации обкуренных, обдолбанных релятивистов или рожденных уже обдолбанными. А сами квазары вполне себе могут существовать. Вот такая ситуация. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал 2. Канал Научный Трибунал 1, или просто без маркера. У нас существует как архив наших видео. Заходите туда, заходите сюда, подписывайтесь. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мысль что-нибудь одно. Но! Но! Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Дураки нас окружают. Вы должны этому как-то противодействовать. Поэтому подписываемся на наш канал, смотрим контент, ставим лайки, распространяем по возможности по интернету. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал 2. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!